Здравствуйте, скажите пожалуйста, кто вы и с чем к нам приехали? Здравствуйте, меня зовут Никулина Сгануш, я представляю компанию студия Pandora Box. Приехали сюда с аксессуарами для настольных игр, в основном с дайсами, ну то есть кубиками, как обычно называется, не среди игроков, различных иностранных компаний, производителей из Америки, США и Германии. ТСВ-стренды, они во всех странах практически представлены, но в СНГ очень плохо, потому что, в общем-то, сложности есть там в таможне. Тем не менее, мы заняли такую нишу и начали дистрибьюцию кубиков для настольных игр среднего и высшего класса. То есть у нас нет кубиков недорогих для производителей настольных игр, пока нет. Но есть для конечных потребителей. Кубики с гравировкой для игроков, которые хотят играть более красивыми дайсами, чем те, которые представлены в настольных играх. То есть это обычно и Д6, и Д10, любые, какие угодно. Да, какие угодно. Мы расширили настолько свой ассортимент, что у нас есть вся линейка, и Д3, и Д5, и Д100, вся линейка, которая существует вообще среди кубиков. Ну, стараемся, чтобы у нас в магазине, в интернет-магазине, в магазине 39.ру были любые дайсы, которые вообще нужны человеку для того, чтобы он мог создать свои ролевые какие-то системы, какие-то игры настольные, чтобы он не только там, чтобы ему нужно было где-то заказывать очень далеко и платить за доставку. Он мог у нас просто зайти на сайт и заказать любые кубики любой формы, любого цвета и любого размера. Из любого, любой страны? Если я хочу африканские кубики. Я боюсь, что не из любой страны. Но если вы хотите африканские, то можно поставить Made in Africa. Скажите, пожалуйста, что вы сделали с этим кубиком? Что он такой? Ну, он был пластилиновый. Знаете, как в фигурке дела дорабатывают в Архаммерсовце. Вот мы доработали кубик. Он, кстати... Он читерный или не читерный? Трудно сказать, потому что рандом трудно вообще определить, потому что он все время бросается на разную грань. То есть, если высчитывать, то, конечно, он не рандомный. Но, тем не менее, можно играть или хотя бы дразнить своих друзей. Я очень хочу кубик, который падает сюда на шестерку. У вас есть такие кубики? Есть такие кубики. Они называются читерские. Есть пары, которые дают в сумме 7 или 11. Даже такие есть. Есть кубики, которые читерские, на которых цифры указаны двойные. То есть, там, две двадцатки, две шестерки, три шестерки. Есть такие. Может быть, они не такие красивые, как гравированные, но тем не менее. Мы даже ввозим некоторый ассортимент под казино. То есть, они не для казино, но они сделаны очень точно. То есть, такие кубики, которые дают чистый рандом. Айрондайс тоже вывозите, да? Да. Айрондайм – это же дистрибьюторы Айрондай. Партнеры и дистрибьюторы итальянской компании. В них можно играть, да? Насколько я понимаю, там правил какие-то есть, да? Да. Там это дуэльная партия, стратегическая игра, коллекционная игра на кубиках. Она такая же практически… Она построена на сражении между двумя игроками. И для того, чтобы играть, нужно всего два набора базовых, которые можно дополнять какими-то кубиками или бустером. Но фактически для того, чтобы сесть и начать играть и участвовать в фурнирах, достаточно два набора для двух игроков. Это металлические кубики разной формы, цветов. И сочетание этих форм и цветов дают некую силу тому или иному набору. Они помимо того, что это очень классные кубики, действительно очень красивые. Это очень интересная игра. Какой кубик вы считаете самым интересным в вашем магазине? Лично вам, какой больше нравится? Мне нравится Орбейт. Он наиболее таинственный, наверное. Он всегда… никогда не знает, что будет с ним и какую цифру он даст. Какой игросфера, как он? Я еще не поняла, потому что первый день очень много детей. Позитивно все играют, все очень… К вам пристает кто-нибудь? Там две девушки сидят. Нет. Кто не пристает? Но кубики берут? Берут. Здорово. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо вам. Спасибо вам.